Так, трансляция все равно потом сохраняется, а мы потом ее еще на YouTube забрасываем, так что будет вообще весело. О, круто. Смотри, снизу он поджигается весь. Туда закладываются дрова. А, все, я вижу. Вот, закладываются, просто дрова закладываются, потом поджигаются, и ты его больше не трогаешь. Он должен прогореть. Он нагревается до определенной температуры. Пока еще такой синий огонечек еще идет. Но пахнет вкусно. Да. А он пахнет пока ничем. Мальчики, девочки, всем привет. Это определенная глина, 4-5 сантиметров толщины. Это определенная глина, которая набирает температуру, но очень долго держит. На утром будет еще горячее. Так, привет из Нового Оренгоя. Дальше делается так. Сначала затыкается поддувало, чтобы его не раздувало. Тендер? Да. Вот так. Ух ты. Потом мы берем, снимаем крышку. Там все парит, парит. Да. Мальчики, девочки, всем привет. Короче, при этом буду перевести проще. Сейчас это папа Настя Шарко. Мы у них на даче под Москвой. Хотя это почти Москва. Мы почти сказали Москва. Москва. Это у нас баранина. Все у нас здесь по фэншую. Собственно, вот так. Просто что хотим? Хотим порадоваться, что вы посмотрели, как мы тут делаем, как у нас все происходит. Мы сюда привезли несколько бутылочек хорошего настоящего вина. А сейчас будем делать по-настоящему такое вот мясо из тендера. Я это вижу в первый раз. Соответственно, вот. Вот такая красота. Закладываем, говорят, 10 минут, и будет классно. А потом следом пойдут кабачки. Так. Баранину много холестерина? Баранину на протяжении многих столетий, тысячелетий едят, собственно, люди с Азии. И, в общем, там ее не настолько много. Не надо бояться холестерина. Я знаю людей, которые едят холестерин в очень большом количестве. Это и в жире, и в масле, и в многом чем. И, соответственно, все у них в порядке по анализам. Знаю также людей, которые пытаются все соблюдать, и не все у них хорошо. Собственно, вот так вот. Вот такая вот штуковина. Короче, ждем. Кто Настя? Кто смотрел у нас тайские каникулы? Настя Шаркова у нас была оператором и монтажером больше частей этого фильма. Вот. Мы так сильно подружились, что приехали к ней на дачу. Это ее папа, который нас гостеприимно принял. Благодаря ему, может быть, мы даже так познакомились с Настей, потому что папа говорит, Саша, интересный, вам стоит познакомиться. Так оно и получилось. И теперь мы лично познакомились. Все, как мы ожидали. Здесь маленькая, очень уютная по-настоящему домашняя дача. И, собственно, вот мы здесь. Так, собственно, что у нас? Теперь мой любимый фейс. Так, Масиску привет передам. Так, что у нас тут? Реклама какая-то пошла. Как насчет новых тайских каникул? Это к Дмитрию Кокову, его проект. А нас пока еще никто не приглашал. Ой, а тут еще яблочки есть. Кайф. Так, привет из Баку. Папа тебя, походу, боится? Не. Он, на самом деле, очень интересный человек. Он режиссер. Нам есть о чем поболтать. Не знаю, что меня боятся. Я же добрый, интересный. Банить рекламу? Да, даже не хочу запариться по этому поводу. Как сделать такие зубы? Я твой фанат. Сделать надо не такие зубы, которые подойдут лично вам. Как это сделать? Найти хорошего стоматолога. И он, соответственно, вам это все сделает. Так, звуки я отключил. Вот, собственно, вот так. Короче, погода обалденная. Все, как я люблю. Легкая облачность, дождяки все прошли. И здесь классно. А главное, какие запахи. О-о-о-о. Да, Валера скосил всю траву. Трава здесь теперь все маленькая. Яблочки я уже видел. Они прикольненькие. Сами почему ты решил конкретно изменить свою внешность? Потому что я внутри совершенно другой, нежели, чем та внешность, которая была раньше. Маська, смотри, а там уже и счастливо. Так. Почему у тебя губы большие? Чтобы целоваться было удобно. О, настоящая. Да, смотри, прикольненькая. Слушай, я раньше целое детство провела в таком. А сейчас это для меня вообще такая экзотика. Зачем целоваться? Ой, зачем губы большие? Видите, у нас большие губки, мы делаем целовашки. Всем привет, всем привет. Так. Извини, что с зубами? Что с зубами? Классно. Как в фильме из другого мира. Кто-то подается, а не хрен смотреть телек, когда жрешь. Как в прошлые съемки. А вот они, собственно, сейчас и начинаются. Как в прошлые съемки. Хорошо. Мы просто к Насте приехали посниматься. Да я вижу, там все дымит. Ароматов кончается можно. Так, привет, я сказал. Казахстана. Зачем в Дагестане делают обрезание девочкам? Потому что за тем же, зачем, собственно, делают обрезание и мальчикам. Это гигиенично. Ну и, собственно, кому-то и сфиксирует. Я прочитала другую версию. Она классная, ты страшный. Так, собственно, все так и должно быть, правильно? Вы же все кричите за общие человеческие ценности, потому что мужчина должен быть страшный. Соответственно, я самый настоящий страшный. Привет, пап. Городские люди сливы на дереве видели. Да, да, да. А еще видели корову. Да, похудели? Похудели. Я похудели. Насколько я похудели? Килограмм уже на 12 похудели. А мне никак. В оба классные, спасибо. Ты снова на бодряках? Да, на самом деле, у меня всегда хорошее настроение, но с утра так хотелось спать. Маська даже в Инстаграме мою фотографию выложила. Про корсеты для девушек. Так, хрустят колени при разгибе. Что делать? Не делать разгибания, потому что, на самом деле, все кричат, что приседания очень опасны для коленей. На самом деле, разгибания наиболее опасны для коленей. Вот. И уж чего точно не делать, так это не гнаться там за весами. Это такое терапевтическое упражнение, где вы больше должны напрягать мышцу. Я даже здесь не живу. Так, собственно, вот. Мы уже в Москве? Да. Вот так. Она такая же уродка, как и ты. Да? Спасибо. Да, спасибо, друг мой. Если в тебе много дерьма, оставь его при себе. Так, правда, что у вас в груди тоже есть ботокс? Так, давайте определимся. Я уже давно рассказывал. Ботокс – это боталотомический токсин, то есть трупный яд. Он обездвиживает мышцу. Если его куда-либо вколоть, это все повиснет. Поэтому вы, возможно, имеете гиороновую кислоту в виду, но не ботокс. Так. Так. Ух ты, ящер. Ну, да. Видите, в мире животных тоже бывают какие-то определенные новости, открытия. О, сердечки. Так. Санек с макаланом не успел сегодня. Ничего, не переживай, все нормально. О, а кто это? По-моему, у него гром. Гром 88, точно. А я вот по значечку знаю. Так, а я тоже по значечку знаю. Мы сегодня как раз встречались с ребятами. Ничего страшного. Ведь мы, во-первых, будем в Питере и в Москве не властный раз. Так что обязательно увидимся. Масе, лови сердечки. Спасибо. Так. Это ваша девушка или дочь? Внучка. Это моя внучка. А я Дедушка Мороз. Из вращения. Но подарки вам не принес. Не надо говорить, что я горбатый и к тому подобные еще худшие вещи. Так. Будет ли банька? Не, баньки не будет. Мы будем сегодня кушать разные вкусняшки, спать на природе. Это вообще полностью, полный релакс. Мы так благодарны Насте и папе, что нас приютили, что это просто круто. Вот. Что с губами? Что с ними? С ними удобно хавать бужище. Очень рад вас видеть. И мы тебя тоже рады видеть. В Инстаграме не везде мы бы сегодня всем отвечали, потому что вы не поверите, но в Москве мой Билайн говорит мне, что у меня связь Е и Нагда Г. Вот. У меня тоже фамилия Шпак. Прикольно. Это хорошо. Так. Вы выглядите круто. Спасибо. Стараюсь. Дедушка держится. Держится. Так. Пипец, как меня еще не убили. Потому что такие пиздюки, как ты, собственно, много об этом говорят. Я тоже достану. И мало, соответственно, что-то делают. Поэтому не позорься и давай иди в другую трансляцию. Так. Когда снова поставлю сиськи? Пока никогда. Ты качаешься или как? Или как? Я, собственно, вообще не качок. Я так фитнесом занимаюсь. Александр, сколько стоит заняться с вами и программой питания на массу? Ну, если вы тренируетесь со мной, то, в общем, бесплатно. А если консультация, то это все к Евгению Хайтовичу. Он у меня в ВКонтакте. Вот. Ты купил себе айфон? Не, я с Самсунга. Пока седьмой айфон не вышел, я буду сидеть пока на Самсунге. Блядь, локти при режиме сидя. Ширину хвата меняйте и до конца не упрямляйте локти. Работайте на частичной траектории. Вот. Соответственно, последнюю четверть не доходите. Вот. Вы крутые. Даже не обращайте внимания на тех, кто о вас плохо пишет. В основном я не обращаю внимания. Ну, собственно... Просто уже чуть-чуть устали. Вот. Собственно, бывает так. Знаешь ли, Макгрегор? Конечно. Дунка мой дружбан. Так. Саня, расскажи про корсеты для девушек, плиз. С корсетами все просто. Их дофига. На самом деле, при покупке корсета лучше его мерить. Но зачастую все-таки приходится заказывать через интернет. Он не должен быть очень тугой, но он должен у вас хорошенько фиксировать. Линии жесткости должны у него быть. Чего еще? Корсет как минимум нужно носить полдня. То есть таскать его 2-3 часа не подойдет. Он, соответственно, вам сделает диафрагму более узенькой. Ну и, соответственно, ваши мышцы будут привыкать к этому состоянию. Собственно, вот так вот. Чем завтра займитесь? Не знаю. А завтра школьный день вы не думали? У нас классные, кайфовые выходные. Собственно, вот так вот. Так. Я вас не знаю. Вы знаменитые или кто? Как-то не знаю. Кто-то считает, что да. На самом деле, мы не звездочки. Мы просто обычные живые люди. Масяня, улыбнись. Масяня, вот она. Зачем ты так жизнь свою изменил? Мне так прикольно. Можно ли качать трицепс по амплитуде? Можно по поводу АЭС, не отвечая. На ночь снимать корсет? Да, на ночь снимать. Потому что все-таки организм должен восстанавливаться. Хотя, на самом деле, если хотите быстрых реализатов, то можно таскать его и 23 часа в сутки. То есть, снимать его только на помыться и, в общем, в нем спать. Но, единственное, не делать его таким тугим. Собственно, вот так вот. Масяня, милашка, жена моя. Да. Вот. Осталось минутки три до мяса. А потом мы будем открывать еще одну бутылочку вино, потому что мы думали, а мы не засняли то вино, которое привезли. Слушай, несмотря на то, что было граммов 70-80, тоже так хорошо. Да, такое вино, какое-то пьяное. Так, ты когда-нибудь кричишь? Мне кажется, ты очень добрый человек. Да, иногда за рулем. Когда некоторые люди ездят плохо. Вот. А так, в общем, в общем, наверное, не хричит. Где Настя? Настенка, Настенка. А Настенка готовит во все. Пойдем покажем. Пойдем покажем Настенку? Пойдем покажем. Да, пойдем. Саня, любим вас, Мася, спасибо. Когда за руку с Кокляевым. В сентябре. В сентябре мы с ним встретимся, и точно будет все нормально. Как вас найти в Инстаграме? По-моему, Саша Шпак. Или Александр Шпак. Ну, однозначно там точно есть. Сейчас будем подказывать Настю. Подожди, подожди. Давай. Настенка готовит нам кабачки. А, какие прикольные. Так, ну это кабачки. Остатки баранины. Той баранинке осталось 3 минутки. Вот, собственно так. Так, можно ли натурально присесть 230 килограммов? Можно. Я точно приседал, уже в 19 лет. Так оно и было. Настя тебе кричит. Большой тебе привет. Многие по тебе соскучились, потому что тебя видели в последний раз на тайских каникулах. И тебя все так... Всего ждали. Да. А ты у нас... И вот я здесь. А ты у нас не особо медийна. Но благодаря шпакам она будет немножко появляться где-нибудь в эфире. Вот так. Ставьте лайки. Уменьшает ли вакуум талию? Уменьшает. Так, Саня, можно ли принимать разовый карнитин без цикла? Можно принимать разовый без цикла. Собственно, карнитин, производная аминокислоты, способствует к тому, что жировые клетки типа якобы более интенсивно у вас начинают гореть. На самом деле, правда в этом есть, но такая, небольшая. Может быть, проценты на 2-3, что-то, наверное, начинает меняться. Настя кто? Наша подружка. Да, наша хороший друг. Сосиски зло. Ну, там просто нет мяса, много химикатов. А так, в общем, смотря как сами считаете. Не, на самом деле иногда тоже тянет на какую-нибудь гадость. Смотря сколько раз вы собираетесь ее в месяц есть. Раз-два, не страшно. Настя есть в инстаграме? Да, Настенька есть в инстаграме. Только она крайне редко кого туда добавляет. При трениках море. Подбирать их индивидуально. Так, почему при отжимании на скамье на 300 в случае болит ключица? Потому что вы наверняка делаете глубоко и, наверное, неправильно держите спину. На самом деле, отжимания что на брусьях, что на скамейке достаточно травматичны. Как правило, не для локтей, а для ключицы. Это потом сказывается сильно на сжиме. Собственно, вот так вот. Зачем глаза накрасила татуировка. Так. Елевый, плевый. Так, на курсе надо быца пить? Бца вообще надо пить. От них хороший ток. Родные любят меня за душу, а не за внешность. Да вообще, на самом деле, человек это то, из чего он состоит. А не то, что он на себя напялил. Это включает и его внешность, как и одежда. Собственно, вот так вот. Ты сегодня будешь болеть за Конора Макгрегора? Да я не знаю. Кто это? Кто это такой? Так. Певец. Так, так, так. Ну, я смотрю, тут у нас много доблестных интернет-героев, которые обычно тявкают. Но ничего. Собственно, вам же надо изливать куда-нибудь свою хренатень. Вот сюда и изливайте. Пока что. Раз вы смотрите. Раз вы продолжаете смотреть, собственно, вам это нравится. Такой изощренный способ мазохизма. Так. Мы идем вынимать мясо. Ура! Привет изобни, Саша. Еще минуту подождем. Ждем. Ну, допустим. Да? Сейчас вот из этого красивого тендера будет что-нибудь появляться. И это будет не что-нибудь. А вкусная пара. О, да. Соседи уже захлебуются слюной вокруг. Причем это пахнет непохабным шашлыком, как это обычно бывает, когда уже начинает на дачах мутить от шашлыка. А запах реально необыкновенный. Что еще? Надо будет потом черноплодки попробовать. Аккуратненько. Да, я видел. Да, уже даже минутка. Так. Ой, посмотри, как классная. Она не обгорела. Ага. А прям вкусная. Да. Сочная, сочная, сочная. Вообще здорово. Сейчас будем открывать вторую бутылочку вина. Вот это секс. Ну, это всем тем, кто смотрит, чтобы было приятного аппетита. Сказка. Какой запах, какой запах. Это, говорит, не человек, который не любит шашлыки, да? Она просто жила в лесен носу 10 лет, и все вокруг готовились в шашлыке. Она говорит, через год-два я начала не просто ненавидеть этот запах, а я уже, говорит, я больше не могла. Это другое, я тоже отшел. Конечно. Совсем другое. Ох. Вот простаивает аппарат. Никакое сравнение с кандырами или... Как шуршир. Ага. Вот я нагрел кастрюлю, чтобы температуру не потерять. Короче, мы на природе здесь. На российской природе теперь. В этом году, по-моему, первый раз, да? Да. Куда мы с тобой хотели? Мы, нет, мы были, но там у Миши, это было зимой. Тоже русская прям деревня-деревня. А, но зимой-то да. Нет, мы еще выезжали с тобой в русскую рыбалку несколько раз, но там было как-то так. Так, а не будет, а что у нас такие вяленькие сердечки идут? Давайте, более массированное. А у нас потому что суббота, вечер, и тоже все люди хотят отдыхать. Да. Пить вино там и все такое. Сейчас пойдем в кровать, следующую бутылочку вина. Да. Вообще класс. Можно заканчивать трансляцию. Идти кушать? Хороший план. Все, мальчики, девочки, всем пока.